Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Общество знания» 9 класс за авторством Котовой Лесковой серии «Сферы» издательства «Просвещение». Параграф 19. Роль религии в жизни общества. Вспомните, какова роль духовной культуры в формировании личности и развитии общества. По сути, именно духовная культура, именно религия, духовность, различная мораль, они дают понимание, людям дают понимание, что правильно, а что нет. Что хорошо, а что нехорошо. Без этих ориентиров наша жизнь была бы, конечно, намного более грубой, страшной, и имеющихся у нас сейчас достижений мы бы, скорее всего, не достигли. Попросту самоуничтожились бы еще где-нибудь на ранних этапах. Потому что, по сути дела, иногда говорят так, что технологии – это топор, а культура и духовность – это рука, которая держит этот топор. То есть технологии не бывают злыми или хорошими, они сами по себе. А вот человек, он может сделать из радиоактивного урана электростанцию, которая обеспечит огромное количество людей дешевой энергией и теплом. А может сделать ядерную бомбу, которая будет убивать миллионы людей. То есть вот именно духовность и культура, они дают нам понимание, что хорошо, а что нет. Что стоит делать, а что ни в коем случае не стоит. Религия – одна из наиболее значимых форм человеческой культуры, появившейся еще в глубокой древности. Религия как форма культуры. Слово «религия», пришедшее из латинского языка, переводится или объясняется учеными по-разному. Некоторые считают, что оно произошло от латинского «religere», что означает «относиться с особым почтением». Другие производят слово «религия» от латинского глагола «religare», что означает «связывать», «соединять». Любая религия предполагает веру в наличие таинственной связи между человеком и Богом или другими сверхъестественными силами. Поклонение этим силам – возможность взаимодействия человека с ними. Религиозная вера – это еще и определенные эмоции человека, например, любовь, благоговение, страх, проявляемые по отношению к Богу или другим сверхъестественным силам. Человек религиозный убежден в реальности контакта с Богом. Бог в той или иной мере воздействует на судьбы отдельных людей и целых народов, но и верующий имеет каналы связи с ним, например, произнося молитву или осуществляя жертвоприношение в том или ином виде. Роль религии в жизни общества. Религия выполняет целый ряд значимых общественных функций. Она регулирует поведение людей в обществе. Во-первых, верующие должны соблюдать определенные правила, выполнять установленные религии действия, например, молиться, ограничивать себя в пище, развлечениях. Во-вторых, в религии объединяется нравственный опыт поколения людей и устанавливаются общие принципы сосуществования в обществе. Таковы, например, заповеди Моисея «Не убей», «Не укради» и другие. Моральные принципы ислама, буддизма. Религия не только предъявляет требования к поведению человека, но и побуждает его к развитию своих положительных качеств. Справедливо будет сказать, что религия воспитывает человека. Религия дает свой ответ на вечные человеческие вопросы. Как возникла Земля? Откуда появился человек? Зачем человек пришел в этот мир? Что такое смерть? Что происходит с людьми после смерти? Что дальше будет происходить с нашей планетой? Религия также снимает тяжелое психологическое состояние человека, позволяет ему почувствовать облегчение, приток сил. Конечно, религия не в силах решить многие реальные проблемы человека – болезни, материальные затруднения, семейные неурядицы. Но она способна изменить отношение самого человека к этим проблемам, дать ему новые жизненные ориентиры и стимулы. В современном мире множество религий. Некоторые из них исповедуют представители определенных народов – индуизм, иудаизм, синтаизм. Другие – исторически распространены в определенных регионах, например, даусизм, конфуцианство в странах Юго-Восточной Азии, некоторые виды анимизма в странах Африки. Религия способна избавить человека от одиночества, расширить круг его общения. Человек, взаимодействуя с другими верующими, он может найти себя, например, в предписываемой нормами многих религий помощи обездоленным. Важнейшим планом общения человека является его диалог с Богом и другими небожителями, осуществляемый с помощью специальных обрядов и молитв. История знает немало примеров того, как религия, религиозные деятели объединяли общество для решения какой-то значимой проблемы. Вспомним, например, роли преподобного Сергия Радонежского в борьбе Руси с ордынским завоеванием. Однако религия может порождать вражду между людьми, примером, чему являются многочисленные религиозные войны и конфликты. Мировые религии Мировые религии охватывают огромное количество верующих. В современном мире насчитывается более 2 миллиардов христиан, 1,5 миллиардов мусульман и 300 миллионов буддистов, что составляет около половины всего населения земного шара. Следует отметить, что в России проживают представители всех мировых религий. Причем именно на территории России проживает единственный в Европе народ, исповедующий буддизм. Это Калмыкия. Калмыкия проживают в районе до Волги, то есть они проживают на географической территории Европы. И они являются единственным народом, который в Европе исповедует буддизм. Буддизм – старейшая мировая религия, наиболее распространенная в Китае, Таиланде, целом ряде стран Юго-Восточной Азии. Российские центры буддизма находятся в республиках Бурятии, Калмыкии и Тыве. В основе буддизма лежит учение о четырех благородных истинах. Все в человеческой жизни есть страдания, рождение, жизнь, старость, смерть, любая привязанность. Причина страдания заключается в наличии у человека желаний, в том числе желания жить. Прекращение страданий связано с освобождением от желаний. Чтобы достичь этой цели, необходимо придерживаться восьмеричного пути спасения, включающего усвоение четырех благородных истин, принятие их как жизненной программы, воздержание от не относящихся к нравственной цели слов, непричинение вреда живому, превращение истинных действий в образ жизни, постоянный самоконтроль, отрешение от мира, духовное самопогружение. Следование этим путем ведет человека в нирвану, состояние отсутствия, преодоления страданий. Христианство является второй по времени возникновения мировой религии. Вы помните, что выделяются три главных течения христианства. Христианство – это религия искупления и спасения. Христиане верят в милосердную любовь Триединого Бога к согрешившему человечеству, ради спасения которого в мир был послан Сын Божий – Христос, который вочеловечился и принял смерть на кресте. Идея Бога-человека-спасителя – центральная в христианстве. Верующий должен следовать учению Христа, чтобы приобщиться к спасению. Здесь, кстати, упоминается Триединый Бог. Это Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Что такое, собственно говоря, Троица. В религиозной жизни современной России действуют все три направления христианства. Православие представлено Русской Православной Церковью, различными направлениями Старообрядчества и другими религиозными организациями. Католицизм также имеет определенное число последователей. Протестантизм среди граждан России представляется как официальными церквями, например, лютеранской, и различными сектанскими организациями. Хотя их представители чаще всего называют себя полноценными церквями, но при этом проповедуемые там идеи очень часто напоминают именно сектанство. Ислам – самая поздняя по времени возникновения и вторая по числу верующих мировая религия. Распространен преимущественно в арабских государствах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии, Афганистан, Пакистан, Индонезия, Малайзия. Это, кстати, все являются исламские страны. В России ислам распространен среди жителей Татарстана и Башкатарстана, республик Северного Кавказа, за исключением населения Северной Осетии Алании, жителей которых преимущественно исповедует православие. Северная Осетия Алания – это одно государство, просто двойное название. Организационные мусульмане России возглавляются Центральным духовным управлением мусульман России и европейских стран СНГ и Советом Муфтиев России. Мусульмане верят, что единый и всемогущий Бог Аллах передал людям устами пророка Мухаммеда при посредничестве ангела Джабраила священную книгу Коран, являющуюся непререкаемым авторитетом в духовной жизни, праве, политике и хозяйственной деятельности. Можно выделить пять важнейших предписаний Корана, которые обязан выполнять каждый мусульманин. Знание символа веры, пятикратная молитва, намаз, ежедневно причем, соблюдение поста уразы, весь месяц Рамадан, раздача милостей, совершение паломничества в Мекку, хадж. Поскольку Коран содержит предписания, относящиеся ко всем сторонам жизни мусульман, уголовное и гражданское право многих исламских государств основаны на религиозном законе – шариате. Для предотвращения религиозной розни, навязываемой людям какой-то одной религии, предназначен реализуемый многими государствами принцип свободы совести. Под свободой совести обычно понимают право человека самостоятельно формировать свои убеждения и открыто их выражать, не причиняя при этом ущерба свободе других людей и обществу в целом. Эти убеждения могут касаться самых разных областей человеческой жизни – религии, отношения к другим людям, к труду, к творчеству, к государству. Можно сказать, что свобода совести – это право каждого человека на некоторую независимость своей духовной жизни от общества и государства. Во многих государствах реализация принципа свободы совести явилась результатом многовековой борьбы граждан за свои права, например, за свободу вероисповедания, то есть право самостоятельно выбирать, какую религию исповедовать или вообще отказаться от религии, встав на позиции атеизма. Конституция РФ в соответствии с нормами международного права гарантирует свободу совести. Все религии на территории нашей страны являются равноправными, отсутствует государственная официальная религия. Государство гарантирует всем верующим возможность свободно отправлять свой культ, в случае, если деятельность религиозной организации не признана судом, социально опасна и не запрещена. Молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, могут пройти альтернативную гражданскую службу в случае, если военная служба противоречит их религиозным убеждениям. Российское законодательство предусматривает равный доступ представителей всех религий и атеистов к получению образования. Кроме того, запрещена пропаганда какой-либо религии или атеизма на обязательных для посещения уроках в государственных учебных организациях. Это вовсе не означает, что государство запрещает обучение астовам какой-либо религии. Но обучение должно быть добровольным, а обучение несовершеннолетних может проводиться только с согласия их родителей, опекунов или попечителей. В реализации принципа свободы совести многое зависит от самих граждан. Только спокойное, уважительное отношение к представителям других религий, веротерпимость могут предотвратить недоверие, разногласие и вражду в обществе. Но при этом от себя добавлю, что вот это вот уважительное отношение, спокойное и веротерпимость, они должны быть взаимны. Если вы проявляете все эти качества, но вам при этом жестко продолжают навязывать какое-то мнение, извините, вы имеете полное право дать в лоб тому, кто это делает, чтобы разъяснить ему, что вас не интересуют его предложения. Потому что все слова о веротерпимости, они хороши, когда этой веротерпимости придерживаются обе стороны. Вопросы и задания. Но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Какие признаки характерны для любой религии? Религия, как правило, она пытается объяснить, причем с очень древних времен, многие события, почему они происходят. И, как правило, в любой религии всегда присутствует определенная сверхъестественная сила. Называться она может очень и очень по-разному, но она всегда есть. И одна из самых главных задач религии – это не только объяснение, почему что-то происходит, но и создание определенных каналов связи между человеком и сверхъестественными силами. Назовите их, кратко охарактеризуйте основные функции религии в жизни человека и общества. Как правило, религия, она не только отвечает на многие вопросы, но и дает человеку, особенно в современном обществе, чувство сопричастности к чему-то достаточно большому, достаточно сильному, к определенной общности, которая достаточно сильна и самодостаточна. Несмотря на то, что людей на Земле очень и очень много, проблема одиночества, особенно в больших городах у людей, она очень развита. Поэтому религия нередко дает возможность избежать этого одиночества, найти какое-то свое место в современном мире. Это очень важное значение для религии, особенно в современном мире. Поэтому не стоит относиться к религии как к чему-то, что, может быть, уже изжило себя. Если люди продолжают верить, следовательно, в этом есть смысл. И не надо относиться к подобным вещам с каким-то превосходством, мол, что это такое, зачем это нужно. Если это есть, значит это нужно. Что отличает мировые религии? Кратко охарактеризуйте каждую из них. Мировые религии обладают огромным количеством последователей. В настоящий момент на первом месте по последователям находится христианство, свыше двух миллиардов христиан по всему миру. На втором месте идет ислам, свыше полутора миллиардов последователей по всему миру, причем количество последователей активно растет. На третьем месте буддизм. Условно можно сказать, что там примерно в районе полумиллиарда последователей по всему миру. Все эти три религии, из них самая древняя это буддизм, потом христианство и самая молодая это ислам, но и тем не менее все эти три религии, они как бы объясняют, что, где и как происходит, и самое главное, они стараются разъяснить человеку, как жить с тем, чтобы жизнь была праведной, чтобы человек чувствовал себя хорошо и правильно. Все эти три религии это и делают, но при этом в буддизме там практически нет каких-то особенностей, там нет каких-то особых божественных сущностей, там основа это человеческие страсти, человеческие желания. Чем больше человек желает, тем более он несчастен. Чем меньше человек желает, тем более он счастлив. И на мой взгляд определенная логика, конечно, в этих вещах есть, потому что именно наши желания, они нередко могут толкать нас на какие-то траты, которых потом может кто-то даже и жалеет. Мол, зачем мы вообще купили эту бессмысленную, совершенно никому не нужную вещь? Ну, уже бывает поздно. Ну да ладно. В христианстве присутствуют определенные божественные сущности, которые определяются как триединое божество. Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. При этом присутствует Христос, Спаситель, который как бы вочеловечился, то есть вошел святым духом в тело человека и таким образом как бы искупил своей смертью грехи человечества. Ислам более строгая религия. В Коране, который был передан по верованиям ислама, Коран был передан руками пророка Мухаммеда, всем мусульманам, от Бога Аллаха. И по Корану там, конечно, огромное количество самых разнообразных норм и правил. В отличие от буддизма, от христианства, Коран регламентирует, то есть указывает, что и как делать буквально каждый, абсолютно каждый шаг мусульманина. То есть эта книга, она очень такая строгая в этом отношении. Но с другой стороны, глядя на то, сколько мусульман по всему миру, видимо, людей это вполне устраивает. Ну а если это их устраивает, что ж, это их право, во что верить. Каков смысл принципа свободы совести? Как этот принцип реализуется в России? Принцип свободы совести – это принцип права человека самому определять, во что верить, если эти взгляды и верования не ущемляют права и свободы других людей. То есть вот обратите внимание, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть никто не может навязывать вам какую-то религию, какие-то взгляды. С другой стороны, вы тоже не имеете права этого делать. Вам тоже запрещено навязывать там пинками, загонять кого-то в какую-то свою религию и так далее. Вы можете уговаривать, убеждать, но заставлять не имеете права. Каждый человек сам должен, как бы, имеет право определять, во что он хочет верить. И никто не имеет права осуждать, запрещать что-то в этом отношении, если, опять-таки, это не нарушает законов страны. В России свобода совести гарантируется конституцией, а также полным отсутствием какой-либо государственной религии. То есть при этом присутствуют представители всех трех мировых религий, и они все имеют в достаточной степени равные права.